Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые! Сегодня я расскажу вам, приобретете ли вы свое жилье и хватит ли вам на это сил. Гадать мы с вами сегодня будем на природе. Вот такой вот вид замечательный. Я взобралась в лесу на гору и решила сделать расклад. Вообще, сейчас, конечно, для многих стоит эта проблема с покупкой жилья. И было даже несколько предложений от подписчиков, чтобы сделать этот расклад. Именно поэтому я решила его сделать. Это важно. И мы с вами сейчас перемешаем колоду. А пока я ее перемешиваю. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и пишите комментарии после того, как вы посмотрите видео. Также я прошу вас поставить лайк этому видео для поддержки канала. Раз у нас гадание на природе, я использовать буду, как обычно, Таро Розового Миллениала. Или как он там называется. И мы с вами сделаем четыре позиции. Видео, конечно же, актуальный момент, когда вы его смотрите. Тем более, что это такое более жизненное видео. Итак, состояние ваше сейчас. Это будет первая карта, которая на позиции. Мы просто достаем произвольно. Никогда высшие силы в этом плане не ошибались еще. Вот достала четыре позиции наши с вами. Ну, раз я вам показываю виды, конечно, вот так только покажу карты. Смотрите, первая, вторая, третья, четвертая. Ваше текущее состояние по поводу жилищных условий и по поводу ваших возможностей покупки жилья. То есть, есть ли у вас сейчас запал энергии для того, чтобы в будущем все-таки купить открытые ли пути дорожники для этого. И те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. Вот, если кому-то ветерок помешает, ну, я не смогу ничего сделать, потому что он есть. Вот, я знаю, что он есть, но надеюсь, что он не будет мешать. Итак, надеюсь, что все выбрали. Убираю последние три позиции. Отставляю их в сторону. И первая карта, да, ваши возможности сейчас. То есть, насколько у вас есть запал для того, чтобы все-таки купить в будущем жилье. Смотрите, у вас не запал, у вас поддержка, у вас двойка кубков. Все-таки вы человек в паре. И, соответственно, если у вас пары нет, вот у вас есть возможность, сейчас открыта возможность завести пару, чтобы в будущем вместе приобретать жилье, да. Если вы в паре, вот она ваша возможность, чтобы объединить усилия с каким-то человеком и вместе купить жилье. То есть, уже сейчас у вас очень хороший энергопотенциал для этого. И сразу же карта показывает текущее состояние, да, что настрой хороший. Что у вас жизненная энергия для этого есть. И что есть открытые пути для того, чтобы приобретать жилье. Вот, давайте посмотрим, а приобретете ли вы в будущем свое жилье. И хватит ли вам на это сил. Ну, то есть, сначала смотрим, приобретете ли вы в будущем жилье. И, ну, посмотрим, как скоро, да. Перемешаем опять нашу колоду. И достаем карту. Вышла карта башни. Неправильно перевернула. Я перевернута, я сразу говорю, не читаю. Вот, башня, она говорит о том, что вы в будущем, ну, вот, как будто бы должны что-то разрушить для того, чтобы приобрести новое жилье. Что такое башня? Это старое жилье, понимаете. Вам придется как будто бы купить какое-то жилье, которое вы полностью сносите, например, дом, да, вот старый дом. Сносите, а на его месте строите абсолютно новый дом. Либо есть такой вариант, вы знаете, что, допустим, человек приобретает квартиру, в которой вообще вот, ну, хоть стены жги. И действительно полностью эту квартиру обрабатывает, нанимает там строителей или сам, и ее нужно перестраивать. То есть делать такой капитальный ремонт, как будто бы это черный ключ. Башня именно не означает, что вы покупаете строящееся жилье или еще что-то. Нет, 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 это не такая ипотека. Именно чье-то жилье, где кто-то когда-то жил. И это жилье настолько старое, настолько вот оно уже, как говорится, потрепано жизнью, что его нужно снова переделывать. Много людей покупают участки со старым домом, сносят его и строят свой дом. И эти участки, они гораздо дешевле, чем там еще, допустим, ну, если вы новое что-то покупаете с хорошим домом. Так, давайте посмотрим сроки. Хотя по башне я уже понимаю, что сроки, ну, долгие, да, все-таки долгие. Ну, посмотрим сроки. Вышла карта Туз Жезлов. Ну, Туз Жезлов показывает, что пройдет вот не меньше одного года для того, чтобы вы все-таки начали этот проект. Вам следует, видимо, подготовиться. Однако идея у вас какая-то прямо хорошая возникает по поводу того, как приобрести жилье. Туз Жезлов – это запал. То есть энергия все-таки сразу же тут есть, конечно, присутствует. Давайте еще карту достанем. Именно хватит ли вам сил на приобретение жилья. Ну, яркая возможность, да, Туз Жезлов – яркая возможность. Сил у королевы мечей для приобретения жилья предостаточно. Причем, может быть, в будущем вы даже займете какое-то руководящее кресло. Это поможет вам приобрести жилье, конечно же. Будьте на стороне справедливости. Знаете как? Постоянно дисциплинируйте себя. Будьте стабильным человеком. И, конечно же, вы по первой позиции точно сможете приобрести жилье. Но именно такое, какое я вам сказала. Хотя, конечно, это не панацея, и я не могу там вам диктовать, что вам делать. Но почему-то так складывается, судя по картам, судьба именно. Я не знаю, как, может быть, вы позицию не свою выбрали. Тоже смотрите внимательно. Но вот такой пока что для вас прогноз. Вот такая у нас первая позиция. Ну, я считаю, что, в принципе, она неплохая позиция так-то. Во всем, конечно, есть свои плюсы и свои минусы. Перейдем к позиции номер два. Приобретете ли вы свое жилье? Хватит ли вам на это сил? И первая карта – это ваш сегодняшний потенциал для этого. Вот девятка жезлов – это карта, показывающая, что человек уже стоит чуть ли не на жизнь, а на смерть, как говорят, чтобы просто выстоять среди житейской бури. Конечно, ему приходится что-то отстаивать в жизни, постоянно выживать, постоянно беречь свои границы, отставить свои права. И по девятке жезлов чувство, что, может быть, вы когда-то уже что-то приобретали, но, допустим, упустили, передали кому-то. Время прошло до этой жизни. Или на вас что-то было, но пришлось там, допустим, продать. Но дальше это не обязательно. Может быть, вы просто имели на что-то право, но не воспользовались этим правом. В любом случае, сейчас вы чувствуете себя истощенным человеком, который хочет победить, но у него очень мало сил для этого. И как будто бы вы сами понимаете, что купить вам свое жилье там, где вы живете, очень-очень сложно. Однако издаваться вы еще пока не собрались. Но и сильного энергопотенциала вы, конечно, не чувствуете. Давайте посмотрим, сможете ли вы в будущем приобрести, однако, свое жилье. Сможете ли вы? Я перевернуто не читаю. Вышла карта Император, которая говорит о том, что да, однозначно, вы сможете приобрести свое жилье в будущем, и это неоспоримо. Хорошее жилье, очень крепкое. В этом вам, возможно, поможет мужчина, если вы сами не мужчина. Вы знаете, карта показывает очень много мужской энергии и власти, силы, мощи. И, соответственно, жизнь может повернуться в другую сторону в будущем, так как вы этого пока не подозреваете, пока вы истощены, пока вы замучены, так скажем, жизнью в каком-то смысле. Мечта, конечно, у вас есть, но она все блекнет, да. А в будущем, однако, вы приобретете жилье, это правда. Хорошо, давайте посмотрим сроки. Потому что, да, жилье здесь будет именно богатое, хорошее какое-то жилье, престижное, что ли, как сказать, по императору, крепкое, устойчивое, большое дворец, да. Сроки. Сроки семерка кубков. Непонятные сроки, во-первых, сказала карта, да. Во-вторых, в течение, может быть, семи лет. Небыстрые сроки. Кто-то может вам обещать постоянно золотые горы, но все откладывать, понимаете. В этом тоже есть здесь рациональное зерно. Да, вы дойдете до успеха, но при этом нужно будет подождать. Так, давайте посмотрим, хватит ли вам сил на это, да, на то, чтобы вот дождаться. Десятка кубков. Да, вам хватит на это сил. Вас будет поддерживать ваша семья, ваша, ну, ваша родня, может быть, да, ваш род, или ваши там дети, мужья, жены, кто угодно. В общем, ваша семья вас поддерживает. И, конечно же, вам хватит сил на то, чтобы дойти, дождаться своего жилья. Все будет хорошо. Ну, вот такая вот у нас вторая позиция. А мы идем дальше с вами, к позиции номер три. Купите ли вы в будущем свое жилье, приобретете ли вы, и хватит ли вам на это сил. И первая карта – это ваше текущее состояние. То есть, ну, вообще потенциал какой, да, на самом деле, ваш сейчас – это пятерка мечей, представляете. Даже не хотелось эту карту показывать. Карта говорит о том, что вы измучены как враждой в жизни. Если вы не чувствуете этого идентификатора, постарайтесь его сменить на другую позицию. Здесь человека троллят, давят на него, постоянно терроризируют, он с кем-то постоянно борется. У него есть враги или домашние, очень нехорошие люди. С кем-то он враждует постоянно. Конечно, вы в себе чувствуете силу приобрести в будущем жилье по этой карте. Но только с помощью того, чтобы кого-то победить или преодолеть. Более того, такое чувство уже, знаете, зленькое по этой карте всегда, что человек готов воспользоваться даже нехорошими методами, чтобы приобрести жилье, лишь бы оно у него было. Задумайтесь над этим. Все ли методы хороши для этой победы? Вот даже ветер поднялся, вы, наверное, слушаете сейчас шебуршание. Но в любом случае, пятерка мечей, карта, говорящая о том, что и жизнь вас как-то доводит до ручки, понимаете? Сказать, что вы в себя не верите, я не могу. Но то, что у вас много негативных обстоятельств вокруг, которые могут доводить вас до белого коленя, это факт. Хорошо, давайте посмотрим, приобретете ли вы в будущем жилье? Действительно, будет ли это? Влюбленные говорят о том, что вы приобретете, конечно же, жилье, которое вам по сердцу, очень хорошее жилье. Вы будете любить это жилье. Неважно, дом это или квартира, вы будете именно любить. И вы приобретете его с кем-то. Это не будет владение на одного человека, это не будет. Это будет владение в долях или совместная собственность. Это не собственность, которой владеете только вы и все, и больше никто, понимаете? Но то, что в будущем вы приобретете жилье по этой карте, у вас есть потенциал, это совершенно точно. Сроки, сроки примерно. Тогда вы можете приобрести в будущем жилье. Двойка жезлов. Карта показывает срок не меньше двух лет. Но два года, поверьте, это еще цветочки по сравнению с другими позициями. Поэтому, знаете, два года подождать, я бы сказала, что вау, все неплохо. Так, хорошо. Хватит ли вам сил на это? Давайте посмотрим, насколько вам хватит сил. Вышла карта дьявол. У вас такая очень странная энергетика, вы знаете, ну как странная, ядреная энергетика. И дьявол говорит о том, что у вас есть дьявольская сила для того, чтобы преодолевать препятствия. Но вы идете на основе, ну как сказать, я всем покажу, да? Я всем вам покажу. Я вам сейчас вот дам жару. То есть у вас и первая карта это показала, и сейчас. Понимаете? Вы такой человек, что, ну вот, мол, вот мощный такой, да? И вы как будто рвете и мечете, вот сделаете все ради этого. Но проблема еще в том, что вы, скорее всего, полезете в кредит. С кем-то причем, да, это видно, вы оба в цепях. И вы полезете в кредит, чтобы быстрее купить жилье. Скорее всего, поэтому два года и показала. Однако все люди разные. Я сама тоже не такая прям пушинка, да? И я понимаю вас. То есть если я чего-то хочу, я тоже так же прям копытом грибу, я козерок, да? Я вот прям начинаю прям эту землю прям рыть, вот прям хвостом по ней бить, понимаете? И вот я понимаю, о чем тут речь, да? Что вы сделаете действительно все для того, чтобы это жилье приобрести, раз вы задались целью. Вы целеустремленный человек. Ну вот такая у нас третья позиция. Идем к четвертой позиции. Приобретете ли вы свое жилье в будущем? И хватит ли вам на это сил? И первая карта. А какой у вас сейчас потенциал? У вас сейчас потенциал рыцаря кубков. Это такой простой человек. Ну, влюбленный в жизнь, может быть, творческий, мягкий, приятный. Однако к своей цели вы все равно идете. Я бы не сказала, что вы там, ну, готовы на все, да? Нет. Ну, в любом случае, вы хотели бы свое жилье. Вы знаете, что у вас есть для этого какие-то в будущем возможности все равно. Вы чувствуете свой некий потенциал. Вы немножко наивный, может быть, в этом романтик, да? Ну, я же могу мечтать. Вот вы как рассуждаете? Я могу мечтать о жилье. Почему бы мне не помечтать о нем, да? И, соответственно, да, я вас поддерживаю. Мечта, она вполне может стать реальностью. Это лучше, чем негативить и говорить, ой, я никогда не куплю жилье. Конечно, это не притянет к вам жилье. Зато, когда вы верите в себя и думаете, ну, сейчас даже если пусть и нет возможностей там, или я их вижу только через несколько лет, но я могу ведь о жилье помечтать? И это замечательно, я считаю. Хорошо, давайте посмотрим, приобретете ли вы свое жилье в будущем. Приобретете ли вы в будущем свое жилье? Вышла карта шестерка Пентаклей. Да, вы приобретете свое жилье в будущем, но кто-то даст вам на это деньги или кредит возьмете. Карта говорит о хорошем потенциале и о том, что даже если вы берете кредит, вы его отдадите. Вот, но здесь нет такого, чтобы вы приобрели жилье просто за наличку. Либо кто-то даст деньги частично или как-то погасит, да, либо это кредит, долг и так далее. Ну, конечно, карта говорит о том, что вы сможете приобрести неплохое жилье, такое среднее. Сказать, что это очень богатое жилье, там огромные хоромы, я тоже не могу. Но какое-то вы приобретете, какое-то будет у вас в будущем в собственности. Сроки. Давайте поговорим о сроках. Какие же тогда сроки здесь-то? Я здесь вижу карту Рыцарь Жезлов. Он говорит о том, что сроки небольшие, и в течение одного-двух лет вы уже сможете это осуществить. Вам, ну, нужна занятость, да, как вы понимаете, свой кредит будете брать. Хорошая работа и все. Если это у кого-то просить, для женщины особенно, это может быть какой-то брак, а сыграет роль тогда мужчина, да. Хоть и молодой, но амбициозный. Так, теперь смотрим, а хватит ли вам сил на то, чтобы в жизни приобрести себе жилье. Силы теперь смотрим ваши. Ну, по четверке Пентакли у человека ограниченное количество сил, однако он их может беречь, не растрачивать. Действительно, позитивный настрой здесь очень важен. И карта сказала, что вам придется немножко поэкономить. Чтобы приобрести жилье, придется пожертвовать какими-то своими хотелками, покупками. Однако, да, потенциал здесь хороший. Ну, вот такая вот у нас четвертая позиция. Все вам рассказала. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Пишите, нравится ли вам гадание на природе. Ставьте лайк этому видео. Всем пока и до новых встреч.